Добрый день, дорогие друзья! И один из них человек, который выиграл спортсмен года КФУ, вчера мы его как раз узнали. Перед тем, как начнем жеребьевку, по самим спортсменам, что можете сказать? Те, кто у нас прошел финальную стадию. Ну, финальную стадию прошли все достойные спортсмены. В каждом месяце мы выбирали лучших по итогам именно данного месяца, которые показали высокие результаты. Жаль, конечно, не всех смогли выделить, но мы выбирали по пять лучших спортсменов каждого месяца, среди которых у нас самые достойные. Надеюсь, победит самый яркий, самый любимый нашими студентами. Ну, будем на это надеяться. Для вас, зрителя, я объясню правила жеребьевки. У нас есть 11 позиций из 12 возможных, так как у нас до сих пор продолжается голосование за лучшего спортсмена декабря. Декабрьский спортсмен у нас отправляется сразу в четвертую группу. Всего у нас будет четыре группы, по три человека. Потом победитель этой группы выходит в полуфинал. И, соответственно, финал, который мы уже проведем в прямом эфире программы «Неделя спорта», которая у нас состоится 25 декабря. Ну что ж, Алексей Николаевич, предлагаю начать и формируем первую группу. Анна Захарова, Институт управления экономикой и финансов, лучший спортсмен, июль-август. Анна Захарова у нас справляется в первую группу. Давайте смотреть, кто ей будет составлять конкуренцию. Айгуль Хадиева, Институт геологии и нефтегазов и технологии, лучший спортсмен в ноябре. Айгуль Хадиева, насколько я помню, капитан женской сборной по регби, да? Все верно. Она у нас будет играть в первой корзине, в первой группе и замыкает первую группу. Елизавета Усанова, капитан сборной команды Казанского Федерального Союза по баскетболу, лучший спортсмен Марта, Институт экологии и природопользования. И Елизавета Усанова у нас закрывает первую группу. В целом, какого спортсмена здесь можете выделить? Вот сейчас чистая субъективщина. Здесь собрались три представительницы прекрасного пола. Считаю, что среди зрителей у них одинаковое количество подписчиков. И думаю, здесь развенется интересная борьба. Пока не могу сказать, кто выиграет, но посмотрим. Хорошо. Это голосование уже стартует сегодня в 12 часов дня. Теперь давайте вторую группу формируем. Юлия Зобнина, Институт математики и механики, спортсмен года КФУ 2018. Спортсмен года КФУ у нас будет стартовать со второй группы. И конкуренцию ей в этом голосовании кто составит? Давайте узнаем. Владислав Каплонов, Институт управления экономикой и финансов, капитан сборной команды КФУ по футболу, лучший спортсмен июня. Владислав у нас отправляется во вторую группу. Достаточно хорошо, кстати, выступал на Кубке КФУ в составе Института управления экономикой и финансов. И третий? Алексей Николаев, Набережный Членовский институт, лучший спортсмен на октябре. И вторая группа у нас полностью заполнена. Так же, как и с первой, кого мы можем выделить? Здесь уже только одна представительница прекрасного пола. Ну, здесь, скорее всего, претендент явный – это представитель Институт управления экономикой и финансов. Так как среди его почитателей-любителей очень много подписчиков. Поэтому, думаю, преимущество пока у него. Ну, надеюсь, я ошибаюсь, и тоже будет яркое голосование, и посмотрим результаты позже. Будем смотреть, это голосование также стартует сегодня, но уже в 19.00 по московскому времени. Теперь давайте третью группу. Кристина Агиенко, представитель Института физики, лучший спортсмен в феврале. Кристина Агиенко, участница сборной по фитнес-аэробике. У нас отправляется в третью группу. Кто дальше? Иннара Фардиева, лучший спортсмен Майя, представительница сборной команды КФО по волейболу. Юридический факультет. Волейболисты к нам уже пожаловали в голосование в третью группу. И замыкает. Лилия Загидулина, выпускница Института филологии и межкультурной коммуникации, лучший спортсмен апреля. Ну что ж, третья группа сформирована. Прогнозы, оценки. Что, как там будет развиваться борьба. Здесь борьба будет интересная, но не могу судить. Тоже равные представительницы, поэтому будем ждать результаты голосования. Хорошо. И у нас остается четвертая группа, два спортсмена. Сейчас познакомим их еще раз с вами, дорогие друзья, зрители. Данир Кашфолин, лучший спортсмен января. Лучший спортсмен января, который открыл у нас эту номинацию в этом году, отправляется в четвертую группу. И кто у нас отправляется к январю и к декабрю? Анастасия Яндыкова, лучший спортсмен сентября, представительница фитнес-аэробики. И сентябрьское голосование у нас завершает сегодняшнюю жеребевку. Итак, друзья, все результаты вы сейчас видите на своем экране. Алексей Николаевич, по четвертой группе, по этим двум ребятам что-нибудь можно сказать и по самой жеребевке. По четвертой группе можно что-то сказать, когда определится еще один участник, поэтому не буду загадывать. Тоже равные участники, поэтому сентября будем ждать, кто же пройдет дальше. Хорошо, итак, друзья, голосование будет проходить у нас в группе во Вконтакте. Ссылку вы сейчас видите на экране. Обязательно переходите, голосуйте, поддерживайте своего любимого спортсмена. А также приходите 25 декабря в 16.15 на прямой эфир программы «Неделя спорта», где мы эти итоги и подведем. Алексей Николаевич, большое спасибо за жеребевку, что помогли нам ее провести. И обязательно ждем вас тоже 25 числа у нас, где мы уже вручим награду этому спортсмену и подведем итоги прошедшего года. Спасибо за приглашение. Алексей Николаевич Ливанов был у меня сегодня в студии. Друзья, на этом все. Жеребевка подошла к концу. Большое спасибо, что смотрели. Удачи всем спортсменам, кто отобрался у нас в лучшего спортсмена года. Ждем самых ярких результатов. Меня зовут Роман Блинсков. Еще увидимся. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова